Глава МИД Турции Милуд Чавшоглу сделал важное заявление по Карабаху. На встрече с представителями Международной Федерации Журналистов в Анкаре глава турецкой дипломатии отметил «Мы прикладываем усилия для того, чтобы найти решение в Карабахе. Если Россия использует свое влияние, то мы решим этот вопрос». То есть Чавшоглу практически открытым текстом возложил на Россию ответственность за то, что конфликт так и остается неурегулированным. Конечно, в то время как Москва делает Армении оружейные подарки и не торопится заявлять, что гарантии ОДКБ и двусторонних соглашений с Ирваном распространяются на территорию Армении в рамках международно признанных границ, но никак не на оккупированный азербайджанский Карабах, такие оценки более чем оправданы. Но не менее важно, что прозвучало заявление Чавшоглу на фоне усиливающегося разлада между Анкарой и Москвой. Десколько дней назад президент Турции Эрдуган обвинял российских подопечных в Ливии и Сирии в срыве мирных процессов. Он заявил, что, к сожалению, Башар Асад по-прежнему открыто нарушает договоренности по Эдлибу, а Хафтар игнорирует мирные усилия, предпринятые в Москве и Берлине. Затем обвинял Объединенные Арабские Эмираты и Египет в финансировании в Ливии российских наемников из частной военной компании «Вагнер». А потом уже открыто заявил, что это Россия не выполняет договоренности по Сирии и Ливии, после чего добавил, что его страна теряет терпение. Практически синхронно с этим ужесточением официальной риторики Анкары власти Турции перешли и к действиям. В столице Ливии Триполи высажен турецкий десант, а в российском сегменте соцсетей уже обсуждают гибель в Ливии одного из вагнеровцев, и вряд ли он действительно один. Разочаровались ли в Москве в своих дипломатических усилиях на турецком направлении, убедившись, что выход Турции из НАТО и ее вступление в ОДКБ не стоят в повестке дня? Или же в очередной разрешили, что России и совершенно не обязательно соблюдать договоренности, можно гадать до бесконечности? Но нет сомнений, что в российско-турецких отношениях происходит именно это. А заявление Чао Шуглу не оставляет сомнений. Карабах – одна из тех точек, где интересы Москвы и Анкары входят в жесткий клинч. Конечно, ставить знак равенства между Сирией и Ливией с одной стороны и Карабахом с другой вряд ли корректно. Активных боевых действий здесь как бы не ведется. Более того, нет и открытого турецкого военного присутствия. Но зато наличествует любимый фарпост России – Армения, на территории которой вплотную к турецкой границе расположена российская военная база. И это не считая совместных российско-армянских группировок, сил ПВО и сухопутных сил. Плюс ко всему, этот свой фарпост, несмотря на все разногласия с революционной властью Пашиняна, Москва с завидным рвением накачивает оружием. Наконец, есть еще одно обстоятельство. В Москве куда легче и проще попытаться ударить по интересам Турции в Азербайджане, где, в отличие от собственной турецкой территории, нет гарантий безопасности НАТО и опасности оказаться лицом к лицу со всем Североатлантическим альянсом. К тому же в Кремле уверено, что в случае удачи платить за все придется Азербайджану и Турции, а в случае неудачи – Армении, которая пусть и любимой, но все же только фарпост. Но вот в чем дело. Похожим образом развивались события весной 2016 года, на пике самолетного кризиса в отношениях Москвы и Анкары. Тогда фарпосту и его хозяевам тоже показалось, что самый легкий способ – это совершить от имени Армении новые территориальные захваты в Азербайджане, спровоцировать потоки беженцев и внутриполитические потрясения, вернуть страну в состоянии начала 90-х и еще в качестве приятного бонуса похоронить нефтегазовые проекты. Но в реальности побитым оказался как раз фарпост России. К тому же и Илеван, и Москва получили изрядную пищу для размышлений. Времена изменились, расклад сил тем более, так что безнаказанно бить по азербайджанским селам и азербайджанским интересам уже не получится. Другой вопрос, что умение извлекать уроки даже из столь недавнего прошлого – не самая сильная сторона политики Москвы и Илевана. Продолжение следует...